В Тюмени этот дом найдешь не сразу. Адрес улица 30 лет Победы, 22. По словам жильцов, про его существование уже давно забыли. Ведь рядом пятиэтажка с табличкой «Ткацкий проезд», 10. А фактически он и вовсе находится на Олимпийской. Ну, скорая иногда не может найти. Такси иногда проезжают, спрашивают, где адрес. Ну, скажем, в магазин, допустим, мебель или что-нибудь привезти. Они не находили. Таких одиночек в тюменских микрорайонах можно насчитать с десяток. Вот эта хрущевка стоит на 30 лет Победы, но адрес у нее другой. Те, кто живет здесь много лет, объясняют. Дом от Кишиневской отрезан жилой застройкой. Это все была улица Кишиневская. А потом, как микрорайоны строить, начали, пошло 30 лет Победы. Но осталось у нас один дом. Это все документы переделывать, это нереально. Таксист Олег Семиченков в новых микрорайонах теряется из-за многочисленной нумерации корпусов. Например, 4-7. Такие дома даже навигатор не знает. Знакомым звонишь, много друзей таксистов. Звонишь, они объясняют, кто-то раньше заезжал на этот адрес. Таким образом. Район МЖК считается самым запутанным в городе. Как говорят жители, в нумерации домов сам черт ногу сломает. Но чтобы долго нужный адрес не искала ни пожарная, ни милиция, да и просто те, кто идет в гости, на въезде установили вот такие специальные баннеры. Это как некая подсказка. Если бы не она, то найти тот же 156-й дом среди 138-го и 126-го непросто. Так получается, когда новостройка появляется посреди старого микрорайона. А вот когда сносят частный сектор и на его месте вырастает многоэтажка, тогда исчезают с карты сразу несколько адресов. Когда сносится вот такой квартал, и там, допустим, в этом квартале находится домов 20. А следующий дом, который будет стоять уже, допустим, в следующем квартале, идет уже номер 22. То есть, а перед ним идет номер 8. Вот. И, соответственно, мы будем прислать ему дому номер 10. Получается такая ситуация, что здесь идет у нас номер 10, а следующий уже 22. Попытку присвоить понятные адреса таким одиночкам уже предпринимали. Но тогда всем жителям пришлось бы менять прописку и все документы. А этого никто не захотел. Людмила Чепурных, Андрей Краснов и Павел Михайловский. Сибинформбюро.